Тем временем российские воздушно-космические силы наносят новые удары по позициям террористов Сирии. Как рассказали в Минобороны, все полеты наших бомбардировщиков и штурмовиков прикрываются истребителями Су-30. За последнюю неделю было уничтожено около полутора тысяч целей, в том числе несколько пунктов управления, в одном из которых проходил сход полевых командиров. Боевики несут серьезные потери, появляется все больше данных о том, что они деморализованы и пытаются покинуть свои позиции. Серьезный урон, нанесенный нефтяной инфраструктуре террористов, за работой российских летчиков, наблюдает наш корреспондент Клим Санаткин. Истребители, бомбардировщики и штурмовики один за другим взлетают в сирийское небо с военной базы. Боевые вылеты осуществляются днем и ночью. Пилоты готовы к тому, что команда подняться в небо может прозвучать в любую минуту. Когда в воздух поднимаются российские самолеты, то у тех, кто на взлетке, закладывает уши от работающих двигателей Су-24, Су-25, Су-30 и Су-34. Впрочем, поражает не только гул, но и частота, с которой бомбардировщики и штурмовики отрываются от взлетно-посадочной полосы. Один за другим они исчезают в небе, превращаясь в едва различимые точки. Максимально возможный боевой запас в зависимости от типа самолета, вооружения от осколочно-фугасных бомб до сверточных ракет. Координаты целей экипаж получает либо за несколько минут до вылета, но чаще всего уже в небе. Обстановка постоянно меняется и регулярно поступают новые сведения о местонахождении боевиков. Эти данные в полете сообщают штурману. Он и следит за точностью ударов. Под прицелом вкрепленные позиции террористов в горах, командные пункты и огневые точки. Сразу же после выполнения боевой задачи, израсходовав весь боезапас, экипаж летит обратно на базу к МИМИМ. После возвращения на базу у пилотов немного времени для отдыха, пока самолеты приводят в порядок. Заправляют баки и подвешивают новые ракеты и бомбы. Впереди очередные вылеты и новые боевые задачи. Этот Су-24 только что приземлился, но его сразу же комплектуют. На фронтовой бомбардировщик устанавливают осколочно-фугасные бомбы. Всего их пять. На каждой из таких машин пилоты успевают налетать в месяц более 50 часов. Подготовка Су-24 к новым вылетам должна длиться не более 52 минут. Это норматив. На самом деле инженерно-техническая группа чаще всего справляется быстрее. Единственное, что порой не успевают сделать из-за интенсивности вылетов, так это наносить новые звезды. Каждый из них это 10 вылетов. Делают это с помощью вот таких простых трафаретов краской. На этом бомбардировщике 5 звезд. На самом деле должно быть почти в 3 раза больше. Ведь этот Су-24 в небо поднимался более 130 раз. Сегодня появилось время, чтобы нарисовать очередные звезды. Впрочем, уже через пару дней экипажу снова понадобятся краска, кисть и трафарет. Вылеты продолжаются. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов. Первый канал. Сирия.